Мир вам, братья и сестры! Слава Богу за то, что мы находимся здесь. И я так сижу и думаю, вот, понимаете ли вы, какие вы счастливые люди? Чувствуете ли вы это? Осознаете ли до конца, что это великая привилегия, великое счастье, великое благословение быть в Доме Божьем, быть в общении друг с другом? Дорогие ДВРовцы! Есть здесь ДВРовцы? Вы счастливые люди! Вы не где-то в другом месте! Вы в Доме Божьем! Вы в общении со святыми! Вы в общении с Господом Богом! Вы слушаете самую лучшую весть! Самое лучшее слово, которое было когда-либо в мире сказано и произнесено! Это Слово Божие! Которое имеет очистительную силу! Силу Духа Святого! Слава Богу, дорогие друзья! Я привез вам приветствие из Белоруссии! К сожалению, мы немножко все придавлены этим ковидом! Я так думаю, наверное, половина братьев и сестер переболела коронавирусом, да? Я тоже переболел! Пришел и в наш дом! Жена мне подарила коронавирус! Так что она перенесла как-то так, слава Богу, легко! А я был на грани! Зять звонит моей жене и говорит, ему-то все равно он умрет! Надо что-то делать! А он врач, понимает ситуацию! Ну и они зашевелились! А я как-то так, нормально, только потел! И все, температура была высокая! Вылечили! И мы тут в братской, перед собранием говорили, что у нас есть опасность умереть от прививки! Привьемся и умрем! Но у нас есть опасность умереть без прививки, да? Есть опасность умереть! А кто из вас не умрет, братья и сестры? Все умрем, да! Не в этом же дело, да? Пусть благословит нас Господь, жить с Ним, и тогда и страх пройдет, и всякое благословение будет. Ну, вы меня, наверное, помните как редактора журнала Кореница Життя или издательства Кореница Життя. Сейчас надо к этому добавить экс-редактор, да? Я уже передал в прошлом году, в апреле месяце, передал служение редактора. Пришел на мое место молодой брат, захотел, с желанием, слава Богу, взял ответственность и несет эту ответственность. А я стал миссионером. Представляете себе? Мне мои эти братья, сверстники мои говорят, брат Василий, это опасно, дом здесь продавать, переезжать в другое место, это уже не для нашего возраста. Ну, а Господь сделал так, что переехал, переехал в Гродно. Гродно стоит на границе с Польшей и Литвой. Оно оказалось эпицентром таким последних событий. Вы слышали, наверное, про этот кризис эмигрантский. Вот. Или мигранты там все толпами шли по нашим дорогам там, возле нашего города. Брузги поселок или деревня находятся совсем рядом с Гродно. Вот. И многие, мы молились, собирали вещи для этих бедных мигрантов. Вот. И мы молимся об этом городе, потому что, и не только о городе, а об области, потому что в области Гродненской, к сожалению, вот в Брестке, где я до этого был, жил, в самой церкви нашей, Кобрынской, больше членов церкви, чем во всей Гродненской области. Вот. В Гродненской области меньше, чем 800 членов церкви, а в Гродненской церкви больше, чем 800 членов церкви. Так что нужда большая. Мы молимся, чтобы Господь пробудил. Народ, к сожалению, не смогли мы перекачать видеоролик, показать, чтобы вы увидели картины, и с целью, чтобы вы молились. Но хочу поблагодарить вас, что вы и молились, и не только молились, но поддержали там наше служение. Вы собирали добровольное пожертвование для нашей церкви. Мы приобрели бывшую школу, такую деревенскую, но которая уже в черте города, и сейчас там проводим богослужение. Ну, немножко для ободрения такого. Нам же всегда хочется знать, как люди обращаются к Богу. И меня спрашивают, а идут люди ко Христу? Ну, трудно, но идут, да? И Господь дает нам такие подарки. Ну, такой пример. Свежий у нас летом принял крещение. Один брат, 49 лет. И, знаете, звонит отец этого будущего нашего брата. Никогда мы не встречались. Отцу 70 лет, а сыну 49 лет. Звонит и говорит, хочу встретиться. 120 километров от Гродно живет. Я пригласил его вот там возле вокзала центральная церковь в Братской, и мы встретились. Ну вот, сын нигде не работает, 49 лет, ни кола, ни двора, все потерял. Как только деньги карманные появляются, сразу же их пропивает. Что делать? Ну, вы знаете, что мы делаем? Что мы можем сделать? И я начал говорить этому сыну и отцу о Господе, о Спасителе, о том, что к Нему можно обратиться. и спрашивая его, Гена, ты хочешь, желаешь обратиться к Богу? Хочу. Будешь молиться сейчас? Буду. Не знаю как. Ну, давай, повторяй за мной. Помолились. А что дальше? Дальше предлагаю ему, давай в рыбцентр мы тебя отправим. Поедешь? Только чтобы добровольно было. Поеду. Ну, подумаю. Думал. Наверное, месяц думал. Поехал. Побыл в рыбцентре. Приехал в Гродно. Где поселить? Кто знает? Ну, давай тут у нас в сторожке будешь жить-то. Вот. И он так вот до сих пор в нашей сторожке. И на собрания, и на разборы Библии. И так вот Господь его начал исцелять. Пошел комиссию проходить, на работу устраиваться. Не может комиссию пройти. И все это вот зло, которое он творил, вот, не дает ему, ну, врачи не дают справки, что он годен. Молились, спросили Господа, дали справку, устроился на работу, работает. Слава Богу! Слава Богу! Страшно! Деньги получит, пропьет, да? Не пропил. Господь держит на своих ладонях. И теперь там на работе дали комнату в общежитии. И так вот Господь такими чудесными путями спасает людей. Ну, я это сказал про пожилого человека, фактически, ну, уже под 50 лет. Вот. Но в основном в нашей церкви сейчас молодые люди, молодые братья, вот, которые проповедуют Слово Божие, обратились. Один военный обратился, один человек обратился молодой, который был, хотел быть католическим священником, да? Пришел, тоже обратился. Теперь они проповедники, проповедуют Слово Божие. Поэтому спасибо вам за ваши молитвы и за вашу поддержку. Я прошу, чтобы вы дальше молились и пусть Бог нас всех вот благословит в этом совместном служении. Очень редко мы стали ездить в гости друг к другу, да? Ну, вроде бы белорусских пограничников нет, а вы все равно не едете к нам почему-то. Я приглашаю вас, приезжайте почаще. Я, братьям, говорил, даже российские танки беспрепятственно идут сейчас и орудия в Беларусь. Никто их не восстанавливает. Тем более, братья и сестры, почему бы вам не прийти, сооружим Слово Божие, проповедует Слово Божие. Вы знаете, что мы вас любим, а? Мы любим вас, братья и сестры, и этой любви ничто и никто от нас не отнимет. Я знаю, что вы любите нас, и пусть благословит ваша церковь Господь. Вы счастливые люди, ДВРовцы, вы счастливые люди, что здесь находитесь. Но, кроме счастья, быть с Богом, есть другое счастье. Счастье-свидетельство. Вот мы приходим сюда для того, чтобы общаться друг с другом, укрепляться Его Словом, благодати Его Святой. А вот, когда уходим отсюда, начинается там наше богослужение в мире. Мы же должны быть Светом Мира. Вот наша церковь называется Свет Мира. Не я называл так эту церковь, но это высокая честь. Но и ваша церковь тоже называется Свет Мира, правда же? Или нет, братья и сестры? Ведь Христос назвал нас как? Вы Свет Мира. Вы читали об этом или нет, братья и сестры? Так вы Свет Мира. И вот нам надо идти в мир и продолжать светить среди этого мира. У меня есть любимый проповедник Ярин Николаевич Пести, который уже в вечности, с Господом, у которого я учился тоже проповедовать, Слово Божие. И он в свое время привел такой пример. Говорит, на одно производство, на один завод устроился молодой человек. И в его душе не было покоя, радости не было. Он все искал утешения. Ну, и каким-то образом его звали на собрание. Вот. И он приходил к верующим и призывали его к покаянию. Но там, рядом на производстве, с ним работал один очень порядочный, хороший человек. А этот молодой человек стремился к такой хорошей жизни, чистой, святой жизни, хотя был неверующий. А на собрание придет, зовут, говорят, приди к Господу, Господь тебе поможет. И он подумал, ну, если этот человек, который со мною работает, может так жить без Господа, ну, то я смогу. И пытается. Пытался год, два, три, сколько там, по-моему, семь лет боролся, пытался, не получается, все срывается и так дальше. Наконец, он пошел на собрание, христиан, покаялся перед Господом, получил радость спасения, и первый, с кем он поделился этой радостной вестью, это этот мужчина порядочный, хороший. И когда этот мужчина услышал, говорит, прекрасно, дорогой брат, приветствуй, я рад, что ты покаялся, у того глаза на лоб, как ты брат, да, я брат, ты мой брат. А почему ты всю жизнь молчал, почему ты мне раньше не сказал об этом? Я же, смотря на тебя, я думал, что ты неверующий и что я смогу без Бога жить такой жизнью, как и ты. Что не дает нам свидетельствовать? И я сегодня, братья и сестры, хотел бы ободрить вас, ободрить к свидетельству о Господе Иисусе Христе, к богослужению, это хочу прочитать, моя проповедь называется «Не бойся, но говори и не умолкай». Не знаю, презентация будет или нет, но вы, наверное, знаете, что это слова Господа Иисуса Христа, обращенные к апостолу Павлу. Апостол Павел находился в заключении Извините, не в заключении, а в Коринфе он находился, перед этим он был в заключении. Это такая история была. Он был в Филиппах, помните историю его, его поместили в тюрьму, там били его, избили и, конечно, в счете выпустили и попросили удалиться из Филипп. Он, пройдя другие города, наконец, пришел в Коринф, после Афин. И вот там он проповедовал, там тоже было противление Слову Божьему. И Господь, написано Деяние Святых Апостолов, 18 глава, 7 стиха, «Господь же в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла». Никто не сделает тебе зла. Так Господь ободряет апостола Павла. Вы представляете себе, что такой человек, как апостол Павел, мог бояться. Он же такой бесстрашный, правда же? Но нет, оказывается, и у него был страх. И я хотел бы немножко обратить наше внимание на то, что такое страх, какой страх бывает. Страх бывает положительный и отрицательный, братья и сестры. Есть хороший страх, и есть плохой страх. Есть страх, которому Библия призывает, а есть страх, который Господь говорит, чтобы мы удалили своих сердец. Страх Божий – это положительное явление в жизни человека. Мы должны иметь страх Божий. Написано, что начало, мудрость и что? Страх Божий, да? Страх человеческий не всегда положительно влияет на людей. Страх человеческий тоже должен быть. Страх перед человеком. Не только перед Богом страх, но страх перед человеком. жена да боится мужа своего. Жены, вы боитесь мужей своих? Какой это страх? Это почему боится мужа своего? Потому что он может кулаком постучать? Нет, не поэтому. Совсем не поэтому. Если жена, ты боишься мужа, потому что он тебе может кулаком дать? Это бийца написано в Библии. Хрестянин не должен быть бийцей, да? Драчном. Муж хрестянин должен защищать свою жену. И если он поднимает на ее руку, должен каяться, просить прощения у Бога и у жены. Почему жена должна бояться мужа? Это как страх Божий, как страх перед Богом. Он Господин, он глава. Его надо чтить, почитать. Вот почему, а не потому, что он может как-то наказать. Так что страх человеческий или перед человеком бывает положительным, а бывает отрицательным. И вот этот отрицательный страх человеческий парализует человека и делает его неспособным к непосредственным действиям. Это страх человеческий. Давайте посмотрим на возможные причины страха апостола Павла. Ну, если Господь говорит не бойся, значит, он боялся, правда же? Не бойся. Возможно, это были насмешки, противления, критика, как в Афинах. В Афинах критиковали его. Что хочет сказать этот цесло? А, послушаем тебя другой раз. Там были философы, знаменитые люди. И перед этим апостол Павел был в Афинах. И вот они смеялись с него. Пару человек последовали за ним. И тут апостол Павел Коринфия и, может быть, ну, тоже боялся. начну говорить, будут смеяться, будут укорять. Господь говорит, не бойся. Не бойся. У апостола Павла существовала опасность ареста и издевательство над ним. Его неоднократно арестовывали, и это была его реальность. И это тоже могло быть причиной страха. Более того, он в послании Коринфянам говорит, что ему грозила неоднократно смерть за свое свидетельство. Так что это не шутки. Когда смерть нам грозит, тогда очень это серьезно. Но давайте посмотрим, какие причины страха у христианина сегодня бывает и как мы можем преодолеть этот страх. Первая причина страха, почему мы не говорим о Христе людям, это невежество или отсутствие навыков, неумение свидетельствовать. Бывает такое, братья и сестры? Ну, хотел бы сказать, ну, не знаю, как, слов не нахожу. Бывает такое, что нужно делать, чтобы преодолеть этот страх, братья и сестры? Как преодолеть свое невежество? Как мы преодолеваем свое невежество? Учимся! Учимся! Для того, чтобы свидетельствовать людям, нужно заканчивать институт, братья и сестры, или нет? Нет, не надо заканчивать институт. Нужно просто научиться выучить Слово Божье, научиться у других братьев и сестер, преодолеть свое невежество, ведь евангельская весть очень простая, ребенок понимает евангельскую весть, и мы можем ребенку говорить, подросткам говорить, эту простую евангельскую весть. Какая простая евангельская весть? Бог сотворил мир прекрасным, человек пал грех, человек в бедственном положении, человеку угрожает смерть за его грех, у человека безвихотное состояние. Вот мы этому учимся на собраниях, и мы можем рассказывать это людям. Вот второй пример я хочу привести. женщина пришла к нам тоже уже где-то под мой возраст на собрание, Господь ее коснулся, и я вот простыми словами после собрания начал разговаривать с ней, пригласил ее в нашу братскую, и рассказываю, и смотрю, Господь открывает ее сердце, и так сильно касается ее, и она принимает, вы признаете себя грешницей? А наши люди, знаете, они более честные, чем другие. Они говорят, да, ой-ой, я очень грешный, я очень грешный. А что думаете делать со своими грехами? Вам скоро умирать? Или можете умереть? Где будете, в раю или в аду? В аду. Хотите туда? Нет. А что делать? Евангелие есть. Евангелие радостная весть. Вы знаете, что такое Евангелие? И рассказывай Евангелие. Христос умер за твои грехи. Хочешь принять Иисуса Христа своим спасти? Она мне говорит, хочу. Слава Богу. А как принять? Ну как? Открой свое сердце Ему. Помолись. молиться. Слава Богу. Может сестра это сделать сестрой? Может засвидетельствовать на работе или дома за чаем? Вы можете склониться на колени и сказать прими Иисуса? Можете. Ничего сложного. Может Иисус войти в сердце человека, женщины, ребенка, когда вы находитесь на кухне, а не в церкви? Может. Я встречаю внука из школы, а он ходит еще на музыкальные, вот там учат его петь, и он говорит, дедушка, ему шесть лет, он говорит, дедушка, вот мне нравится на музыку ходит, но когда я там нахожусь, меня там заставляют играть или петь, у меня какой-то страх, я не хочу бояться, а какой-то страх в сердце. Я говорю, Павлик, а чтобы не было страха, знаешь, что нужно сделать? Он говорит, что, Иисуса в сердце пригласить, а как? Ну, помолись Ему, скажи, Господи, я боюсь, приди в мое сердце, займи его, хорошо, и мы там прямо в машине, я его встретил, в машине он начал молиться. Ну, я так думаю, что произойдет? Где-то через месяц он мне говорит, дедушка, как я тогда помолился, больше я не боюсь. Правда же, слава Богу. Слава Богу, это очень просто. Дети понимают, вы можете свидетельствовать, вы не знаете как? Очень просто. Научитесь. Второе, это ложный стыд, братья и сестры. Мир этот внушает нам ложный стыд. Я очень часто говорю, что люди не стесняются говорить грязные слова, не стесняются материться, рассказывают грязные анекдоты, похабные истории, не стесняются а нам сатана внушает ложный стыд. Как о Христе здесь сказать? Это ложный стыд. Надо от него отказаться. Ничего постыдного нет в том, чтобы говорить о Боге, о Евангелии, о благой вести, о жизни вечной, о Боге, о том, что Господь сотворил. Надо просить Бога, чтобы удалил этот ложный стыд. Следующий насмешки со стороны неверующих или безбожников. Насмехаются люди. Ну, братья и сестры, если люди начинают с тобой говорить или с вами говорить для того, чтобы посмеяться над вами, то что нужно сделать? Надо уйти оттуда, от этого сообщества и идти туда, где принимает. Было время я учился в Досафе на водителя. И там ребята сговорились, специально сговорились как-то против меня воевать и насмехались. И я, конечно же, говорил им, а во главе стоял этого движения против меня сын верующих родителей, представляете, неверующий. И он возглавил и начал меня ковырять и насмехаться. Я говорю, а ты у папы спроси этот вопрос. Ну так, Господь дал вот такой ответ. Ну и он замолчал. И больше ничего не может сказать. Молитесь, чтобы Господь дал мудрость уйти от этих людей, которые насмехаются. Не бросайте святыни сам, да? Есть еще такая причина, как ограничение или запрет на свидетельство со стороны властей. Бывает такое, власти запрещают свидетельство. Ну обычно это там публичное мероприятие. Лично вряд ли кто-то вам запретит свидетельствовать. Хотя меня предупреждали. Меня в армии полковник вызвал и говорит, так, Василий, ну раз ты такой, уже с детства верующий, верь себе, но чтобы солдатам о Боге не говорил. я говорю, товарищ полковник, ну как я не буду говорить? Ну люди же будут спрашивать, ну что мне делать? Ну, пожал плечами и все, на этом разошлись. Ну и говорил о Боге. Ну как они запретят, братья и сестры? Поэтому эти запреты, это такое, знаете, на это обращать не нужно внимания. Ну, бывает реальная опасность, братья и сестры. реальная опасность даже физической расправы. Я однажды в Казани, когда были, с одним другом пошел в город, уже была ночь, 12 часов, и мы встретили одного человека. Я начал ему свидетельствовать о боях. Оказывается, это какой-то преступный авторитет. И он говорит, я тебя сейчас зарежу. Да? Я говорю, режь. И когда мы ушли, мой брат, который его знал, говорит, ты знаешь, он же реально мог тебя убить. Ну, убил бы, ну что ж, убил бы. Не бойтесь. И вот, братья и сестры, апостолу Павлу Господь дает обетование и служит ободрением и для нас. Бог знает ситуацию, где мы находимся. Бог охраняет нас, Бог контролирует все от начала до конца, и без Его воли ничто с нами не случится. Так говорит Господь. И Библия говорит, сам Иисус Христос говорит, что Христос пребывает с нами, когда мы исполняем великое поручение. Он говорит, идите, проповедуйте, и что и сей я с вами до скончания века. Он с нами, когда мы свидетельствуем. И более того, Бог удостоверяет наше свидетельство своим присутствием. Он благословляет, когда мы свидетельствуем людям. И когда мы не можем ничего сделать, мы молимся за них. И Господь каким-то чудесным образом проявляет себя в их жизни, они видят руку Божью. Поэтому пусть благословит нас Господь. И вот когда, пятый пункт у меня здесь, когда Иисус Христос посылал учеников своих на миссию, это в 10 главе Евангелия от Матфея, Он говорит им троекратное не бойтесь. Ученики по слову Христа там это овцы, которых Он посылает среди волков, проповедовать Его Евангелие среди волков. И Он говорит, первое, не бойтесь. Не бойтесь, я перефразирую, это Евангелие Матфея 10 глава 26 стих. Не бойтесь тех, которые строят вам тайные ковы. Он там говорит так, не бойтесь, потому что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Люди, вы знаете, они строят ковы друг другу и нам. И кто-то там замышляет, и потому что против нас замышляет кто-то, что-то, то иногда страх нападает. Не бойтесь этого. Никаких там заговоров не бойтесь. Не бойтесь, Христос говорит ученикам. Второе, не бойтесь физической расправы, это 28 стих. Он говорит, не бойтесь убивающих тела. Не бойтесь их. Я всегда вспоминаю одного старичка, он во время войны, но не захотел брать оружие. И его спрашивают, а что если вот ты вот не хочешь брать оружие? А что если немец тебя убьет? А он говорит, ну это уже его ответственность. Я не отвечаю за то, что он меня убьет. Мы не отвечаем за это. Если нас убьют, ну что? Нам же все равно надо будет умирать, правда же? Или нет? Ну все равно умрем. Но Господь контролирует ситуацию. И Господь охраняет, охраняет очень... А когда приходит момент смерти, Он поможет нам, братья и сестры. Так что не бойтесь убивающих тела. И третье. Не бойтесь, он говорит, Христос, потому что даже один волос не упадет с вашей головы без его воли. Один волос, братья и сестры. Ну это же чудо! Вы расчесывали сегодня утром? В расческе волос остался. Христос знал о том, что один волос. Меня когда жена стрижет, я говорю, ну какая там лысина сзади, я не вижу, да? Она сначала говорит, ну как три копейки, а потом как пять копеек, а теперь уже побольше, да? Волосы падают, а Христос знает, что волосы падают. Не бойтесь! Он контролирует, он с вами, тем более, когда вы пойдете на его труд, на его свидетельство. Вот вы знаете, в Беларуси ситуация непростая сейчас из-за коронавируса, политическая ситуация, везде она такая сложная ситуация, и вот этим летом у нас была такая программа «Избери жизнь», и вот надо идти свидетельствовать, город, но в город выйти, это же свидетельствовать, это у нас теперь, если больше двух человек собирается, то это уже пикет, могут арестовать, ну, братья и сестры, идем, идем, встали в парке, там, парк афганцев, взяли гитару, поем, люди подходят, свидетельствуем, пять дней, никто ничего, представьте себе, а если боялись, пять дней свидетельствовать, молодежи свидетельствовать, приглашали на общение к церкви, пришло 17 молодых людей на общение возле костра, возле церкви, общались, знакомились, свидетельствовали, слава Богу, да, а если бы побоялись, и ничего не было бы, так что не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, братья и сестры, даже волосы на голове вашей сочены, давайте посмотрим, почему нужно свидетельствовать, почему нужно говорить и не молкать, потому что у людей нет другого пути для спасения, как кроме через слушание Слова Божьего, через принятие Евангелия, как они услышат, если не будет проповедующего, и как слышать без проповедующего, и они сюда к нам не приходят слушать, правда же не приходят, братья и сестры, редко приходят, редко кто придет, я помню в 90-е годы отец у меня жаловался, говорит, ну у нас деревня такая каменная почва, никто не идет слушать Слово Божие, я говорю, папа, так ты не жди, когда к тебе придут, иди вот к соседу, возьми Библию иди к соседу, он послушал, взял Библию и пошел, и вы знаете что, два соседа покаялись, их жены, в деревне, где каменная почва, взял пошел, простой мужик, 4 класса образования, Библию взял, начал читать, и такие же мужики покаялись, еще один покаялся, он повел меня, я приехал, он говорит, идем сходим к моему другу, он пьет, заехали, он пьяный, помолились, потом пришел, церковь покаялся, не идут люди к нам, к ним надо идти, поэтому Христос в великом поручении сказал, идите, а здесь мы ободряемся, укрепляемся, научаемся, хор такие прекрасные песни, сестры такие прекрасные песни поют, слава Богу, вдохновимся и пойдем, у людей нет другого пути спасения, как кроме через слушание и принятие Евангелия, Господь дал человеку речевой аппарат, дал дар речи, никто из животных не имеет такой дар, дар общения, и мы должны употреблять речь для того, чтобы свидетельствовать о Христе. Еще одно, Слово Божие должно быть возвещено и во свидетельство, братья и сестры. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Мы должны свидетельствовать, так Христос сказал. Война свидетелей Христа. Христиане это люди не от мира сего, братья и сестры. И неудивительно, нет ничего удивительного, что мир не принимает нас. Мир не принимает нас, когда мы начинаем серьезно свидетельствовать. И Христос сказал, меня гнали, вас будут гнать. Мое слово слушали и ваши будут слушать. Поэтому не удивляемся, если кто-то будет и гнать. И христиане должны, братья и сестры, пользоваться мечом Слова Божьего, чтобы отвоевать души для Христа, для Царствия Божьего. И, как написано в книге Откровения, побеждать словом свидетельства своего. Это наша обязанность. Воевать мечом духовным. Меня иногда спрашивают, на что нельзя мирно жить, мирно существовать, разным религиям и так дальше, разным мировоззрением. Ну, физически, конечно, мы можем и должны существовать, и мириться, и искать мир, братья и сестры. Но духовная война идет, духовное противление идет. И мечом Слова Божьего мы должны отвоевать души. Иногда мне говорят, ты заставляешь людей каяться. А я говорю, если бы я мог заставить, я бы всех заставил покаяться. Ну, не могу, да? А иногда приглашаю просто, хочешь покаяться? Говорит, хочу. Один брат молодой, который покаялся, тоже я с ним беседовал так. Вот. И он обратился к Богу, ну, теперь стал проповедником Слова Божьего, там же в Гродно у нас. И я беседую так с братьями, говорю, братья, ну, разве я давлю на человека, когда свидетельствую ему? А он мне отвечает, Василий Павлович, вы всегда давите. Я думаю, ну, конечно, давить это плохо, да? Потому что Иисус Христос и Бог дал свободную волю человека. Но я стараюсь так, чтобы не давить. Помню, одна еврейка возле Минска, мы стояли на остановке, и там мой брат, друг, мы с ним, подошла женщина молодая, еврейка, и вот он начал, Сергей, брат, начал ей свидетельствовать, а она говорит, Серега, не дави, не дави, пожалуйста. Ну, ну, что делать? замолчал. Я так постоял и говорю, по-моему, Татьяна я звонила, Татьяна, а можно все-таки на вас надавить? Она засмеялась, говорит, ну, давите, ладно, давайте. Так вот, когда разрешают, надо свидетельствовать, надо говорить. Ну, не хотят, ну, ничего не сделаешь. Поэтому христиане должны обнажать меч, говорить Слово Божие, свидетельствовать, обрезать эти грехи, увещевать, обличать и приглашать Господу Иисусу Христу. Последний пункт к моей проповеди награда христианина, братья и сестры. Свидетельство приносит радость. Вы ощущаете радость, когда рассказали человеку о Христе? радостно на сердце. Мы ехали сюда из Минска в поезде. Поезд был пустой. Ну, вагон наш был пустой. В нашем купе никого не было. Мы радовались, что с женой радовались, что мы отдыхаем, никого нет, ну, свободно. Но я огорчился. Нет никого, кому бы засвидетельствовать о Христе. Если бы был кто, мы бы засвидетельствовали. И после этого великая радость, великая радость сердца появляется, когда мы свидетельствуем о Христе. Это уже награда для нас. Второе, через свидетельство о Христе спасаются люди, реально спасаются люди. мы свидетельствуем, они приходят ко Христу. И третье, всем воинам Христа готовится в небесах венец правды. И ты, сестра дорогая, и ты, брат, в каком бы возрасте ты ни был, ты можешь быть воинами Иисуса Христа, свидетельствовать о Христе и приводить душу ко Христу. Недавно одна сестра у нас поделилась своим свидетельством, как она на работе стеснялась говорить, а потом все-таки решилась. Решилась рассказать о Христе. И человек принял. Говорит, надо прийти к вам в церковь и посмотреть. Не стесняйтесь, не бойтесь, говорите о Христе, будьте светом, не бойся, говори и не умолкайте. Помните ему песню поэн. Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно желать. Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это что? Жизнь всю отдать. Аминь. Стоит